Радио шоу Оксаны Скалы Кошелевой. Зош не трошь. Время поговорить о спорте и здоровом образе жизни. Слушай в эфире четверг-суббота в 15.00 на Хука радио. Саша по шоссе. Опять я нашла. Да, суббота на дворе, уши на лице и рот тоже на лице. С вами Оксаны Скалы. Это шоу Зош не трошь. И Хука радио самое первое кальянное радио сегодня в прямом эфире. И у нас замечательный гость Александр Еременко. Правильно так будет, да? Да, да, правильно. Так, Александр, здравствуйте. Поздоровайтесь со всеми нашими радиослушателями. Здравствуйте. Хочу всех поприветствовать. Всем спорта. Надеюсь, в субботу мы сегодня делали зарядку. Мы сегодня не делали зарядку, а я хочу передать свой привет нашему диджею Дубровскому за вчерашний прекрасный вечер и возможность постоять у вертушки. Дубровский, привет! И ты молодец. Ты супер. От всех хукачей тебе большой привет. Итак, Александр, вы мастер спорта международного класса по карате Киокошинкаль. Да, да, все же. Смотрите, вы мастер спорта Украины. Мастер спорта Украины, а потом еще и мастер спорта России. Что это за история? Какая разница, где вы находитесь? Почему нужно заново подтверждать? Расскажите эту историю, с чем это связано? Что за такие вот интересные? Да, вот так получилось, что я родился, вырос всю сознательную жизнь свою, ну сколько прожил там в Украине. Тренировался, готовился и выступал за эту страну. И буквально 4, 5-й год пошел, как переехал в Москву, в Украину. До этого я становился чемпионом Европы, призером чемпионатов мира и выполнил разряд международника. И когда переехал в Москву, в Россию, я думал... Что вы такое говорите? Какой разряд? Звание, звание. Дорогие друзья, звание и разряд имеют очень разные значения. Разряды получают это в начале спортивного пути, ну а мастер спорта международного класса, ну пусть даже Украины или там России, это уже, ну это высокое звание. Впереди только заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер. Вот, рассказывайте, как это было. В общем, я переехал и как-то хотел перевести, но все-таки это и в Украине это звание осталось, и в России звание, потому что в других странах, только в СНГ эти звания пооставались, а в других странах уже нет. Я думал, что можно как-то перевести на русский. Мне сказали, что ничего не получится, нужно начинать все сначала. Обалдеть. Хотя у меня там уже и баллов, и всего хватало на заслуженного, чтобы если добавить бы то, что я в России там выполнял. Я говорю, ну ладно, если так уже, если ничего не поделаешь, давайте, пусть оно накапливается все. И вот так пришлось, накопилось, и я даже уже не следил, просто там спрашивал, ну что там, ну что там, ну как там. И так уже рьяно там пытался там, бегал за всеми, упрашивал. Были у меня люди, которые помогали, им большое спасибо. И вот недавно, буквально несколько дней назад, у меня второй международник, я не знаю, я, наверное, единственный такой человек, который в двух странах выполнил. Ну это круто, Саш. Ну серьезно, мне кажется, это несправедливо. Мне кажется, когда ты являешься чемпионом, там, допустим, мира, то ты чемпион мира. Если ты мастер спорта, то, ну ты мастер спорта, потому что ты сам самостоятельно это уже проделал. Очень жаль, конечно, что нам, спортсменам, приходится сталкиваться с такими сложностями и трудностями. Скажите, что необходимо было сделать для того, чтобы стать уже мастером спорта международного класса России? Ну на самом деле это такая процедура, процедура более бумажная такая. Я выполнил его уже давно, но нужно было ждать там какие-то бумажки, какие-то подтверждения, числа прошли, числа ушли. Бюрократия, короче, беспалковая. Ну я же говорю, что уже на заслуженном все насобирали, но слава богу, хоть международникой дали. Всем спасибо министерству спорта, да, что вы такие там телеги. И очень сильно мешаете нашим спортсменам развиваться и жить дальше. Так, Саш, смотри, ну вот ты стал мастером спорта международного класса, господи, России. Что дальше? Ты будешь продолжать тренироваться, будешь тренировать или что-то еще? Продолжаю тренироваться, тренировать. У нас буквально в прошлом году прошел абсолютный чемпионат мира. Это у нас киокушение считается как олимпиада карате. А эти турниры проходят раз в 4 года, и все готовятся туда. Туда отбираются самые сильные каратисты, независимо от категории, вес, возраст, ничего нет. Просто отбирается около 200 человек. И вот нужно выяснить, кто самый сильный, как вот фильм про Ван Дамму. Так, подожди, подожди, слушай, как это? Ну, допустим, весовая категория, ну, допустим, там, 70 килограммов, да? И каратист, ну, похожего звания, ну, 90 килограммов. И вот они встречаются уже. Да, есть такие, вот сейчас был такой случай на чемпионате мира. Один бразильц, привезли бразильца, 148, около 150 килограммов. Господи, как он это делает с таким весом, жимой? Здоровенный вообще, да. И вот с ним вышел парень наш, русский, около там, 85 килограммов. И кто кого? Ну, и этот большой выиграл его. Ну, задавил, наверное. Да, и потом дальше так произошло, что этого японца, у этого бразильца большого выиграл японец, который вообще там около 70 или 80 килограммов. Очерезно очень. Поэтому там от ловкости зависит. Тоже надо быть грамотным. Ну, конечно, вес решает, вес там, это в приоритете. Но если ты умный, грамотный боец, ты можешь как-то вырулить и выиграть. В этом и крутость этого турнира в том, что непонятно, кто выиграет. И вот в прошлом году мне удалось занять второе место на этом турнире. Из вот этих всех самых сильных каратистов. То есть серебро. Да. В финале я сошелся там с претендентом, которого вели к этому первому месту. И так получилось, что мы с ним дрались первое время, у нас была ничья в первый раунд. Второй ничья, ничья, ничья. И по бою не определилось, что самое сильное. Мы оказались два одинаковых. И такой есть у нас разряд, как разбивание досок. И так получилось, что он до этого, до боев разбил больше досок на турнире. И он только вот поэтому выиграл. Он стал первым. По боям мы получаются одинаковые в мире, как бы по силе. Но вот по доскам получилось, что нужно было кому-то первое место, ему дали. И вот я занял второе место, хотя уже был на волосок от первого. И как-то было так обидно, потому что я уже почувствовал этот вкус. И теперь тем более не хочется останавливаться после этого всего. То есть впереди еще 4 года подготовки. Посмотрим, да, я думаю еще. У меня вот последние годы я себя чувствую намного лучше, чем раньше. Вот может мозги, может тренер помогает. У меня тренер тоже очень крутой, он тоже мастер спорта международного класса. Он чемпион мира. И вот у меня готовят сенсей Макс Дэддик, у меня известный тренер. Он мне какие-то дал навыки, как-то мозги вставил, что я сейчас начал все более грамотно чувствовать, более лучше. Я сейчас прям кайфую от того, что дерусь, на соревнованиях выступаю. И хочется попробовать, что дальше будет. Я сейчас не загадываю, там, 4 года, не 4 года. Посмотрим, сейчас просто хочу в удовольствие выступать, драться. Ну и походу тренировать. Как вы знаете, я тренирую. Ну, смотри, вот ты говоришь, там, мозги как-то встали, и там еще что-то узнал новое, как-то чувствуешь себя намного лучше. Вот ты, как думаешь, ты с помощью вот всех этих приобретенных качеств в течение следующих 4 лет, ну, сколько лет осталось до вашей Олимпиады? Получается, 3 уже. 3 года. Ты уверен в том, что ты донесешь это состояние с сегодняшнего дня в жизнь через 3 года? Вот не уверен, но думаю, что просто буду получать удовольствие. Потому что я к прошлому чемпионату готовился прям за 4 года. Я знал, что я поеду, я должен, я должен, я обязан. И уже последний год у меня было, уже пришло такое понимание, может, с возрастом или с опытом, что, ну, в кайф все получается. Ну, я желаю, желаю тебе только-только побед, только позитива, только успехов в спорте, потому что я сама спортсменка. Мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, а когда вернемся, узнаем, что за школа карате есть у нашего сегодняшнего гостя, у Александра Еременко. С вами Оксана Скала, это шоу ЗОЖ НЕ ТРОЖ. Мы на Первом Калианном радио вещаем вам сегодня, в субботу. Не переключайтесь. Хука Радио. Поймай волну. Ай, елочка загорелась на самом деле, потому что сегодня у нас настоящая звезда единоборств, таких как карате, киоко, шинкай. У нас в гостях сегодня Александр Еременко. Я напоминаю, что с вами Оксана Скала, шоу ЗОЖ НЕ ТРОЖ на Первом Калианном радио. Саш, привет еще раз. Здравствуйте. И мы уходили с тобой на музыкальную паузу и пообещали, что расскажем о твоей школе карате. Кого ты тренируешься, с какого возраста, где находишься, и как тебе самое главное найти, потому что очень много наших слушателей спрашивают и задаются вопросом, куда же нам отдать своего ребенка. Давай, вещай, рассказывай все, что есть. Начну с того, как началась, зародилась моя школа. Я когда переехал, как я уже рассказывал, мне очень сильно помог президент нашей Российской национальной федерации юг-шинкай карате. Это Шихан Александр Аркадьевич Ипатов. Он имеет седьмой дан, чтобы понимать, что карате самый большой дан, это десятый. У него седьмой. В данный момент это один из самых больших данных вообще в России. И он мне помог найти зал, очень крутой, и он находится прямо около метро. То есть, как я уже понял, в Москве это очень важно. Хорошо, да, когда зал находится у метро. У нас метро Коньково, и если выходить, сразу видно, сразу видно наше здание, сразу большая вывеска киок-шинка карате, поэтому родителям очень удобно и очень понятно. А самое главное, детям удобно. Да, детям. Ну, я так рассказываю для родителей, потому что многие родители выбирают поближе к дому, поближе к метро. И мы уже в прошлом году начали тренировать детей с трех лет. И группы есть разные. В этом году будем набирать еще тренеров. Разбили на много групп, потому что есть разные дети, есть маленькие, есть побольше, есть которые хотят выступать на соревнованиях, есть которые для себя. И мы будем делать разные группы, чтобы больше родителям подходило. Почти каждый день уже тренировки у нас. Разные есть у нас дни. В понедельник, среда, вторник, четверг. Разные всегда проходят дополнительные тренировки. В субботу, воскресенье, пятницу. Почти каждые выходные у нас сборы какие-то, семинары, соревнования. Много всего интересного. Мы сдаем на пояса. Самое главное, чем отличается наш именно клуб, тем, что он официальный. Федерация наша зарегистрирована, министерство спорта. Мы получаем, как вы говорили уже, мастеров спорта, международников. Все это официально. Не сидим, не прячемся в подвалах. Мы ездим, выезжаем на крупные турниры от всероссийских до мировых. На все сборы ездим. Я сам прохожу различные сборы, повышение квалификации. Каждые три года всероссийская аккредитация. То есть я не прячусь, и все официально. А сколько стоит заниматься у вас, малыши, допустим? Ну, это около пяти тысяч, но есть разные. У нас вообще интересно, что я придумал такую систему, потому что я сам с детства занимаюсь и знаю, как родителям бывает тяжело, как детям бывает тяжело, когда там нет денег на тренировки. Я придумал некоторые системы. Если ребенок хочет выступать, если родитель хочет, чтобы ребенок участвовал в соревнованиях, у нас есть дополнительные тренировки для таких детей, которые могут заниматься бесплатно. К сожалению, в Москве не все хотят этого и приходится даже заставлять. Но у меня есть такое, что вот если ребенок говорит, я хочу выступать на соревнованиях, я прихожу, трачу свое время, двухслой выходной, тренирую их. И поэтому у всех есть перспектива. Дальше больше. Кто захочет, можно ездить на соревнования. Будем помогать. Все в этом деле. Ага, ну все. Мы этот момент поняли. Все слушатели наши, я надеюсь, уяснили, где это находится и когда можно прийти. Ну, я так думаю, что вот тебе метро. Адрес. Да, адрес. Улица профсоюзная, 124А. Вот. И наши слушатели тебя спрашивают, Саш, скажи, с какого возраста можно привезти ребенка? С трех лет. Вот уже группа у нас будет в этом году набираться с сентября. Три-пять лет. Это будет прям отдельная группа для малышей, которые вообще ничего не занимались. Слушай, Саш, а ну вот смотри, вот гимнастика, да? И вот караты. Есть же что-то похожее? Есть, да? Есть много всего похожего. И самое главное, я всем, меня когда спрашивают, как выбрать тренера, я говорю, выбирайте грамотного тренера. Я не хочу там себе ставить там какие-то звезды и хвастаться на нас. Окей, все-все, я поняла. Это моя самая больная тема. На самом деле, скажи, пожалуйста, всем нашим слушателям, по каким критериям необходимо выбирать тренера? Вот прям первое, то-то, то-то, второе, тролливали. Первое, сейчас у нас уже все понимают, что есть интернет, просто набираешь в интернете, что это за человек хотя бы узнать? Не шарлатан никакой? Не закрылся он в подвале и там кого-то тренируют непонятного? Ни бумажки, ничего у него нет. Дальше, чего он сам добился, этот человек, и кого он воспитал? Вот это самые такие три главные вещи, что, как найти тренера. Дальше уже родители должны приходить, смотреть, как он проводит тренировку, что дети говорят, и какой дальше процесс идет, чего дети добиваются. Ну, в общем, основные критерии – это образование, собственные успехи и манера преподавания, потому что это очень важно, это оба психологии. Учеников еще успехов. А, успехи учеников, да, вот три самых главных критерия. Следующий вопрос тебе задает. Скажи, пожалуйста, Саш, во взрослом возрасте, как-то взрослому человеку тяжело начать тренироваться именно каратэ? Именно начать тяжело, но нужно себя заставить и перейти, потому что многие себе говорят, что я уже взрослый, некоторые говорят, мне 25 лет, я уже старый. некоторые приходят ко мне там в 53, в 56 и становятся в строй, перебороли себя, становятся и потихоньку, потихоньку у них что-то происходит и потом уже незаметно, я смотрю, уже прошло там 3-4 года, смотрю, у них уже пояс уже ближе к черному, уже там зеленый или коричневый, а дальше уже там у них черный. Поэтому нужно только встать с дивана и перейти, потому что это самое тяжелое. Дальше мы уже поможем. Ага, все, замечательно. Так, Саш, следующий вопрос от слушателей. Саш, скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в России и что тебе не нравится в Украине? А че приперся-то? Не нравится. Ну тебе тоже не нравится? Ну, я не знаю, в принципе, в Украине было нормально и здесь просто я как-то более захотелось какого-то роста, наверное, и здесь мне все-таки предоставили эту возможность, помогли, дали толчок, дали, как говорится, удочку и говорят, дерзай. И вот я как бы развиваюсь, мне нравится тем, что я занимаюсь, чем я занимаюсь, потому что, ну, там было какое-то, как, такое немножко застой. Застой, да. Здесь у меня кровь бурлит в венах, здесь мне интересно. Ну, слава Богу, хоть кому-то наших спортсменов повезло в России. Обычно наши спортсмены, русские, уезжают в другие страны, но это точно не Украина. Вот, ну, почему-то бегут, как только появляется возможность, бегут в другие страны, где они действительно имеют успехи. Я хочу сказать, что, почему я выбрал именно Россию, именно нашу федерацию, потому что, если посмотреть по всему миру, всю организацию нашу каратеки, Окшнхай, это очень большая организация, которая во всем мире есть представитель, и в Америке, и в Японии, и в Европе, то можно смело сказать, что в России наша вот эта федерация, РНПК называется, она больше всего развита. Не то, что у нас ФПР, да? Да, не то, что вы понимали, вот за то, что я занял второе место на чемпионате мира абсолютно, наш президент федерации подарил мне и моему тренеру в прошлом году две квартиры, в Калининграде, на берегу моря, какое-то море. Я пойду, можно я пойду, разобьюсь вот с этого? То есть, чтобы было понятно, насколько это крутая федерация в мире, и почему именно ее я выбрал, и всех, всех призываю в нее. Ну, супер, Саш, тебе очень повезло, ты, видимо, по всей видимости, сделал правильно выбор, приехал в Россию, и здесь у тебя все пошло. Я тоже, собственно, из Сибири притыкала в Москву, в надежде дальше продолжить свое развитие. Саша, следующий вопрос от наших слушателей. Саша, расскажи о своих страхах. Есть ли они у тебя и какие? Страхи, ну, еще недавно, два-два дня назад, у меня, наверное, был страх в публике, что вот я когда выходил на соревнования, я переживал о том, как на меня смотрят люди, чтобы я что-то сделал не так, и меня это сильно зажимало перед большим стартом, и я не мог хорошо выступить. Мы с моим тренером Максом много над этим думали, нанимали там психолога, разговаривали. Я говорю, ну, извините, но честно скажу, не психологу, но мне не помогают. Я не знаю, я все равно... Я тоже так же считаю, зачем эти люди нужны вообще? Это какая-то искусственно созданная система зарабатывания денег. Да, что-то мне рассказывали, там какие-то онлайн-тренировки, такие тренировки, ничего, я просто засыпал там и все равно. Потом пришло ко мне понимание того, что да, как бы все равно, что будет, что хотят, то и думают эти люди. И, может, как-то переключилось, все. И больше я не буду страхов. Страхов, значит, нет. Упасть, можно сбивать с 10 этажа, но, может, такой страх. Итак, друзья, я напоминаю, с вами Оксана Скала, наш гость, каратист в каратэке, Окошенкай, Александр Еременко. И мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, а когда вернемся, узнаем, в каких же Саша был странах, потому что он победитель разных турниров в разных странах. Где был, что понравилось, что не понравилось, мы узнаем после того, как вернемся к вам снова на Хука-радио, на шоу ЗОЖ-НИТРОЖ. Не переключайтесь. Друзья, всем привет еще раз. С вами Оксана Скала, шоу ЗОЖ-НИТРОЖ, и мы на первом кальянном радио. Хука-радио сегодня принимаем в гостях Александра, переселенца с Украины в Россию, которая сделала для него гораздо больше, чем родная страна. Уходя на музыкальную паузу, мы обещали, что расскажем, в каких странах ты выступал, и что там тебе было, Люба или не Люба. Простите, а кто такая Люба? Давай, рассказывай. Ну, во многих странах был, в Америке, в Японии, в Европе. На самом деле, вот если говорить про родоначальников нашего вида спорта, Японию, все, любой каратист, любой единоборец пытается попасть в Японию, чтобы увидеть все изнутри. В прошлом году я... Ну, получается, Япония прародитель, да, этого вида спорта? Да, да, да. И все пытаются как бы туда поехать, попасть, потому что японцы это одни из и на данный момент крутейших... Да, они вообще во всем крутые. Да. И так получилось, что мы договорились с главным офисом, главной организацией японцев наших. И в прошлом году я поехал на месяц в Японию пожить в самые главные залы, потренироваться с самыми крутыми этими сборниками Японии, потусоваться там, побыть, обкататься и... хотя бы понять менталитет, как все происходит у них. И оказалось, что не зря, потому что второе место на чемпионате мира считается как бы уже в истории. Получилось, что... что-то нам не все-таки дало. Но все-таки если про Японию рассказывать, это как такой... Ну, я своими словами скажу, это как большой супермаркет такой. Все чистенькое, все убрано, все беленькое, пыли нигде нет. Все на своих местах. Все, да, все круто, классно, но все-таки я бы, мне кажется, не смог бы там жить, потому что ну, очень сильно все хорошо. Нам все-таки надо... Мы привыкли к своему. Нужен небольшой трэш для того, чтобы идти вперед, да? Да, да, да. То есть нужны препятствия, нужны все равно сложности, которые мы будем преодолевать и закаляться. Собственно, спорт из этого и состоит. Мы встречаемся с трудностью, побеждаем, закаляемся и идем вперед. И даже не только вперед, но еще и вверх. Саш, вот еще один вопрос. Я прочту, как есть, но потом поправлю, конечно, Саша, расскажите забавный случай, связанный с тренерством. Наверное, все-таки с тренерской деятельностью. Может быть, детишки как-то вас удивляли? Детишки, они каждый день нас удивляют. Вчера, например, вчера у нас маленькому пацану дают с собой на тренировку такой контейнер, а там мы открываем и мы вчера-сегодня там какая-то еда, морковь какая-то. Я смотрю, борщ. Я говорю, дай борщ сам открою тебе. Открыл ему борщ, раз он поел. Второй день открыли борщ ему, раз он поел. И вчера третий день и я что-то там отвлекся, что-то им включаю мультики. И он опять открыл борщ? Я смотрю, он открыл борщ и весь зал у нас борщевый. Я маме пишу, говорю, ну что вы как бы сделали, он же ребенку там три или четыре года. Она говорит, я думал, два дня открывал, нормально, все, я ему третий положил и больше не буду насыпать. Ну ладно, каждый день меня там что-то веселят и им всегда интересно с детьми. Мне это вообще заряжает. Многие тренеры говорят, что дети выматывают, энергию высасывают. Я когда готовлюсь к соревнованиям, так получается, что я тренируюсь утром, потом иду тренирую несколько групп детей и потом тренируюсь вечером. Я вот потренируюсь, утром у меня такая жесткая тренировка. Прихожу к детям и уставший сижу. После, вот когда минут пять проходит, вижу эти добрые глаза, которые неподкупные, которые радостные, которые мне все по-честному рассказывают. У меня появляется сила, энергия и вот к концу тренировочных этих всех групп своих я на вторую тренировку бегу с удовольствием на свою. Ах ты, воперюга! Зарядка, да. Ну, я неоднократно слышала такие вещи, плюс у меня мама, она педагог русский, литература, я сама тренер, у меня есть категория тренерская, я сама воспитала мастера спорта в своем виде спорта по пауэрлифтингу и меня всегда спрашивают, Оксана, ты что, тебе столько лет уже, тебе под 40 лет, ты какого хрена носишься с этими детьми? Ты вот согласишься со мной или нет? они дают не просто энергию, а как будто продлевают твою молодость. Вот так, да? Согласен со мной? Потому что, живя с ними, ну, я имею в виду, проживая с ними жизнь какую-то там в спортзале или какие-то соревнования, какие-то командировки с ними едешь, это же трындец. Я самую максимум возила 15 спортсменов и это от 10 лет до 30 лет. Представляешь, какая разная возрастная, вот, они все же по-разному растут, они все по-разному мыслят, и ты с каждым этим человеком пытаешься его жизнь прожить. То есть, видишь, проблема, да, какая-то сложность. У меня был спортсмен, который перед соревнованиями поругался с своей подругой, ну, уже взрослый, по-моему, 22 года был. И сидит вот такой вот вата, короче, ничего ему не надо, вот он с подружкой поругался. Я говорю, ты дурак или где? И как-то вот с ними, со всеми же вот по-разному же себя ведешь. Кого-то по головке погладишь, кому-то там люлей отсыпешь, чтобы, ну, стряхнулся. У тебя такое бывает? Есть что-то такое вот прям задушевное? Да, да, у нас, вот я хочу сказать, что многие тренеры мне, я вижу, что у них такой подход советский такой, вот у них ко всем одинаково, ко всем или строго, там, или не строго. Я сейчас начинаю понимать, что нужен каждому подход все-таки. И вот мы тоже вывозим детей, но уже с этого года получается, что мы с шести лет, у меня разбег от шести до тоже тридцати, по-моему. И вот с каждым нужен подход, все. Но, что круто, вот в каратэпке, укушине, то, что многие родители говорят, как вы справитесь, у вас там 30 человек, у меня бывало там по 40 человек, даже вроде больше было. Как вы с ними справитесь? Я думаю, ну, нормально, вроде бы, почему не переживали. И потом я увидел другие группы, там, футбол, там, какой-то там, волейбол, увидел даже там бокс, что-то еще. Увидел, как что тренеры не могут с ними справляться, вот когда их много. И я понял, что оказывается, у нас есть дисциплина, о которой мы даже не догадывались, что она вот формирует ребенка, что он дисциплина становится. То есть у нас есть, они становятся в строй, у нас есть понимание, кто старше, кто младше. Старших нужно уважать, тренера слушать, тренера слова закон, куда-то нужно пойти, нужно спросить. Это на тренировке все, он привыкает, 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 потом домой приходит и родители говорят, золотой ребенок, что случилось? А мы даже не знаем это, на подсознании все это делаем. Дисциплина, это с самого детства, она формирует ребенка и когда они уже вырастают, у нас получается такая полноценная личность. И вот, благодаря такому, такой дисциплине мы справляемся, там, 30, 100, сколько хочешь человек, потому что все слушают, все нормально. Но это все как-то на подсознательном все же уровне, вот основные вот эти моменты, что тренер это слово. Вот я, например, в спортзал заходила к свой, у меня было свое место, где я сидела и наблюдала за всеми. Если мое место занято и старший видит, что я зашла, а новичок еще не знает, что его надо срочно освободить, он это сделает за меня. Вот, ты заходишь, сразу раз в место, все встали, поприветствовали тебя, освободили твое место. Какие-то такие вещи, они в основе своей как-то негласно проходят, то есть об этом особо ты и не разговариваешь. Саша, мне интересно, у меня был один случай в жизни, я хочу узнать, есть ли у тебя что-то подобное в практике. Один раз мы провожали одного нашего спортсмена в армию, и, значит, родители пригласили нас, а он уже стал кандидатом в мастера спорта, мы там боролись за то, чтобы ему спортроту отдать, но вот не успели, не вовремя занялись этим вопросом. И, вот, значит, сидим спортсмены, там, ну, малыши, допустим, сок там пьют, отец этого парня там свое пьет, мы там, значит, шампанское провожаем в армию. Вот как бы это было тогда, раньше. Стол такой, мать, накрыла, там, мы же объелись там все. Вот. И встает отец в семействе, говорит первый тост. И я, я чуть под стул не провалилась, когда я это услышал. Он говорит, Оксана Александровна, а я еще мелкая была там, так слушать это было неудобно, но последующие слова были вообще просто бесподобными. Спасибо вам большое за нашего сына, что он не в подъездах сидел и с пацанами пиво пил, а что уходит в армию кандидатом мастера спорта по пауэрлифтингу. И все, я рухнула, короче. Вообще, я никогда этого не забуду. Что-то подобное было уже? Вот, кстати, буквально недавно несколько дней у нас тоже мой ученик ушел в армию, и мне родители говорят, нужно его провести. Жалко, да, жалко. Я так хотел пойти на вот это присяга, вот у них это присяга называется. Да, конечно. И так получилось, что у нас в это время были сборы, там, аттестация на пояса у детей, ну, самый такой ответственный в году момент. Я ему звоню и говорю, так, слушай, ну вот я тебя не могу провести сегодня, но это значит, ну, в нашей жизни все бывает, значит, что у нас еще с тобой много важных каких-то вещей в жизни будет, поэтому потерпи, настоящий мужик, я такой горжусь. Ну, это вот такое, в таком ключе. А что касается вот учеников, у меня много такого было, что я и ходил в школу вместо родителей, мама мне говорила, там, ребенка, так, у нас папы нет, меня он не слушает, сходите, вот, отец, сходите в школу на, как это, педсовет или что-то такое, там, моего ругают. Я пошел, я сижу, я смотрю, этот мой пацан, он аж краснеть начинает, и потом я выхожу, говорю, слушай, Ваня, а что это за дела? И мама говорит, потом после этого идеальный ребенок стал. Много случаев было, когда я и на выпускной приходил к пацанам к своим, в школе выпускной просто, я стою, мама стоит, и он стоит, и он ко мне подходит со слезами, говорит, вы мне как отец, спасибо, я тоже прослезился в те моменты. Много было, когда там помогали ребятам поступить в какой-то институт, в какую-то там в другую спортивную школу, там, и родители тоже приходили, говорили, спасибо, спасибо, вот, я на самом деле ради этого и тренирую, потому что я много лет не любил тренерство вообще, и в какой-то момент, я помню, мне когда попросили заменить кого-то, я заменил, и мне вообще не понравилось, я думал, когда два часа я тебе проведу, что к тому времени. Потом как-то накопилось опыта, и мне захотелось передавать его, и как-то переключилось, и я начал тренировать, и мне было по кайфу, потому что мне по кайфу, когда я вижу результат своей работы, не так, как мне, когда тренер деньги получил от родителей, и все, и пошел, и все забыл, а мне, я говорю, это не главное, я много лет тренировал бесплатно, без денег, мне ничего не приносило, и мне надо, чтобы я им часто собираю, я говорю, мне надо, чтобы когда я вырасту, когда я дедушку старый, вы вырастите, может, вы не будете спортсменами, бизнесменами, банкирами, не знаю, но вы ко мне придете, скажете спасибо за то, что вы нас воспитали, нас воспитали характер, вот, ради этого я это делаю, чтобы у меня какой-то смысл в жизни был, а не просто там какие-то медальки, что такое, я вот ради этого тренирую, они понимают, и уже несколько таких случаев было, мне очень приятно было. Блин, я не знаю, я сейчас расплачусь, пупырышные мурашки уже туда-сюда сбегали и прибежали ко мне обратно, мне кажется, Саша, если бы ты говорил даже то же самое на другом языке, мне кажется, я бы поняла тебя, и о чем ты говоришь, потому что побольше бы в нашу страну, в ряды спортсменов и других сфер деятельности, таких людей, которые за свое дело радеют именно душою, и помогают строить жизнь, правильную жизнь нашему поколению, будущему поколению. Дорогие друзья, у нас прекрасный, душевный, замечательный Саша, каратист Кёка Шанкай в гостях, просто радует мои уши, я уже не знаю, мне кажется, мои уши уже плачут, вот, мы уйдем на рекламную паузу, а когда вернемся, приступим к своему грязному делу, и наша рубрика «Неудобные вопросы» снова будет с нами, не переключайтесь, с вами Оксана Скала, это «Хука-радио», первое кальянное радио, и шоу «Зош не трошь» радует ваши уши спортивными ребятами и здоровым образом жизни. Сразу же начинаем, наверное, с рубрики «Неудобные вопросы», потому что я так не хочу прощаться с нашим сегодняшним гостем, и наши прощания будут, по всей видимости, долгими. Так, Саша, началась моя любимая пора. В нашем шоу «Зош не трошь» есть такая рубрика, она всегда идет под конец, она называется «Неудобные вопросы». Сразу предупреждаю, вопросы не я сочиняю, иногда мне бывает даже неловко их читать, но всегда с большим ожиданием жду ответы, поэтому тебе тоже будет неловко их слушать, и, возможно, неловко отвечать. Поэтому больше юмора, позитива, и да здравствует наш редактор. Итак, Саша, ответь на вопрос. Что нельзя купить за деньги, по-моему? О, господи, дружбу, к нему. Дружба? Да. Все же дружба? Думаю, да. А честь, например? О, это много можно еще обсуждать об этом. Честь тоже. Ну, окей, остановимся тогда на дружбе. Следующий вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к порнографии? Не знаю, негативно, наверное. Я как-то, у меня был случай, я у папы в машине нашел какие-то журналы в детстве, и я помню, что я вообще не понял, о чем речь. И потом, когда я уже подрос, вырос, мне где-то в школе потом рассказали, что это за журнал. Ну, я больше, как бы, это не знаю, не смотрю. То есть, вы, Александр, не смотрите порнофильмы? Нет. Нет? Прикольно. Вы первый человек, который я встречаю в этом мире. Ну, ладно. Следующий вопрос. Саш, скажите, сколько вы зарабатываете? О, на самом деле, не могу сказать, потому что... Это безобразие. Разный заработок зависит от количества людей, как придут какие-то там дополнительные какие-то там тренировки, что-нибудь еще. Ну, на жизнь хватает? Пока, да, хотелось бы больше, но стремимся. Окей, я желаю тебе дойти до того уровня, к которому ты стремишься. Спасибо. Следующий вопрос. Саш, скажи, изменял ли ты своим любимым? Какие это любимые мамы, подруги и так далее? Не уточняйте. Блин, ну, честно, когда-то, когда-то давно было такое. Путина меня просит. Ну, наверное, уже просила. Ну, был горький опыт такой, да, что было такое. Я сам это прочувствовал и прочувствовал, как это на своей шкуре. И потом все-таки я стал таким, что вот если я с человеком, то я хочу, чтобы это как такой спорт. Я хочу проверить, насколько я смогу быть честным. И я честный. Угу. До конца. Замечательно. Ну, Саш, согласись, любые ошибки в жизни, любые сложности, они только нас закаляют, укрепляют и дают нам опыт, который потом впоследствии не позволяет делать этих ошибок. Я думаю, это опыт, да, чтобы, да, правильно сказать. Ты что-то мне выкаешь-то? Ты, ты. Луан, ты, ты, ты. Так, следующий вопрос. Скажи, Саша, какую часть своего тела ты считаешь сексуальной? О, Господи, я не знаю. Ну, мужчины отвечают по-разному. Они вообще с колдецом. Мы как-то с ребятами, я помню еще, когда вот переходной возраст, мы все ходили там на турник, на брусья, и мне пацаны всегда говорили, так, ну, спина у тебя большая, тебе подтягиваться не надо, давай на брусья, где у тебя грудь маленькая, поэтому я не знаю. Ну, я так вроде бы сейчас все нормально. Как подтягивание влияет на грудь? Нет, наоборот, ты должен делать отжимания на брусьях, чтобы ты будь меньше, спина большая, подтягиваться тебе не нужно. Ну, я думаю, они были так себе специалистами, да? там детский такой разговор. Я тогда понял, что у меня большая спина, я ходил дома, ничего себе не было. Синдром большой спины это в Бурятии в основном, потому что в Бурятии все бурятки ходят вот так, особенно если видят, что кто-то впереди идет, все, короче, а у меня вот так, поэтому я обнаружил такой синдром именно в Бурятии, потому что там выросло. Так, следующий вопрос. Господи, мне неловко это говорить, спрашивать, но что делать, наш редактор угорает как может. Саша, ответь, пожалуйста, на вопрос. у тебя когда-нибудь было влечение к мужчинам? Нет. Это вас еще пощадили? Ну да, нет просто, да и все. Нет, молодец. Это очень радует. И самый мой любимый вопрос, я его задаю каждому гостю. Это мое собственное исследование и исследование основано на как раз таки ответах. Скажи, пожалуйста, ткачки тупые? Я думаю, это такое, я учился как-то в спортивном училище и нам говорили учителя, что вы не должны так делать, чтобы люди думали, что вообще спортсмены тупые, потому что это зависит не от спортсмена, а от человека, потому что я вижу, что есть и люди тупые. Ну тогда или нет, или 50 на 50. Я думаю, не тупые. Не тупые, значит ты отправляешься. Надо быть очень грамотным, чтобы сделать из себя такую машину. Ага, значит ты отправляешься в лагерь к тем, кто считает не тупые, потому что у нас три лагеря, тупые, не тупые и 50-50. Саш, к сожалению, наше время эфирное подходит к концу. Я, между прочим, получил вот прям оргазмическое ощущение при общении с тобой, потому что мне кажется, что я сегодня поговорила сама с собой. Ну, не будем половые признаки вмешивать, как тренер, как спортсмен, как человек, который относится к своему делу на 100%. Это знаешь, что касается, когда говорят, а вот это же не женское дело, там машины тягать, штанги поднимать. Я считаю, и надеюсь, что ты со мной согласишься, что спорт это бесполая субстанция. Да. главное свое дело делать на 100%. И неважно, если ты тракторист, значит, пахай землю, ну, клево пахай. Если ты каратист, то выступай, тренируй и делай это все на 100%. Я так считаю, надеюсь, ты со мной согласен. Саш, большое тебе спасибо, что нашел время поговорить с нами. Очень рада, что наша страна приняла тебя лучше, чем это было в другой стране. И да здравствует Россия и все эти люди, которые делают ее лучше и лучше делают для нашего поколения. Саш, спасибо большое все наши радиослушатели. Я со всеми прощаюсь. Напоминаю, что через час мы вернемся. Шоу под градусом теперь не выходит. Да, мы назвали его в пух и прах. Мы поняли, что столько пить нельзя. И поэтому мы уходим на передышку. Саш, большое спасибо. С вами была Оксана Скала. Шоу Зош не трошь. И мы на первом кальянном радио. Пока-пока. Спасибо, пока.